всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я хочу вместе с вами приготовить шоколадный тортик я его буду готовить впервые вот так что хочу попробовать вместе с вами вот но прежде я хочу ответить на частые комментарии под моими видео это по поводу туши которые я сейчас использую сейчас я использую туши не его мозаик я мозаик мне тоже очень нравится вот это lash sensation она классная у нее только большая щеточка это ее минус купить ее можно в ревгоше где-то еще ее можно купить на каких-то сайтах я не помню мне писали честно сказать не помню помна вайберикс или что-то в этом духе вот сейчас я пользуюсь двумя средствами для ресниц первое это база вот такая беленькая от марки кика я вам ссылку оставлю внизу на вот эти средства какие именно я использую это обычная белая база кика придает объем ресницам разделяет ресницы супер она мне очень нравится ее уже кстати давно пользуюсь и она еще у меня даже не закончилась хотя тюбик маленький и второй продукт это вот эта тушь только у меня это не водостойкий вариант это вариант это вариант обычный просто есть точно такая же только водостойкая тоже вам оставлю ссылку внизу в инфобоксе переходите смотрите вот их использую она у меня уже начинает под заканчиваться вы знаете она если честно нравится мне даже больше чем я вам мозаик во первых и она дольше хватает вот она у меня только только начала заканчиваться использую я и мне кажется больше месяца уж точно вот тоже классно единственное что единственное что у нее вот такая вот кисточка видите и нижние реснички не очень удобно этой кисточкой прокрашивать потому что она пачкается так что переходите в инфобокс смотрите там оставляю ссылки мне мне не жалко еще по поводу кика я знаю что москве и санкт-петербурге есть магазины и в европе их полно этих магазинов где представлена марка кика во всех остальных городах только через интернет-магазин насколько я знаю но мне очень 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 нравится также хочу вам девочки показать у нас в огороде растет морковка но ее немножко уродилась в этом году ну такая ну какая крупная попадается какая мелкая вот и у меня дети любят ее кушать прямо вот так вот чтобы вырвано я ее чищу и они ее просто просто вот так вот грызут и сейчас пошел срывать морковку и смотрите какая то есть три морковины в одной ботва 1 а морковок 3 вот это сейчас отдам младшему этот жует морковку да так не драться не драться такие у меня зайчики дома живут до зайчики мальчики вадик вкусно морковка а мне тут не угомониться с выпечкой и я решила на ночь глядя сделать шоколадный торт с шоколадным кремом шоколадной глазурью вот я вам рецепт напишу я тоже готовлю первый раз как всегда вы уже знаете откуда я взяла рецепт то есть когда болела нашла в интернете еще оригинальный рецепт вам в комментариях чтобы было удобно значит нужно для коржей то есть для теста 2 яйца стакан сахара сметана 300 грамм у меня как раз тут 300 грамм это я попросила мужа заехать мне купить говорят что нужно пожирнее сметану брать поэтому я взяла 20 процентно просила мужа заехал в магазин и полбанки какао сгущенного какао но он мне не нашел поэтому я взяла смешала какао порошок вместе с обычным вот у меня тут сгущенки еще парличное количество почти целая банка вот поэтому я возьму то есть я перемешала у меня получилось по вкусу на самом деле как сгущенное какао разрыхлитель теста вообще по рецепту там сода который нужно погасить уксусом и добавить вот в эту сметану и еще стакан и три четвертых еще стакана муки будет в общем нужно яйца сбить с сахаром дебилан разрыхлитель добавить в сметану все это перемешать потом добавить муку и сгущенное какао все это и все это хорошенечко перемешать я буду блендером перемешивать и мне кстати в доме если такая вот помощница вот такая взбивалка вот так она называется нам ее отдали и у нее есть только одна вот такая насадка которая очень кстати классно взбивает вот так вот этот агрегат выглядит он правда был очень очень грязным и у снова точнее мама его отмывала но кое-где еще не до конца и сама себе замечательно взбивает нужно стоять в общем пользуюсь сейчас для взбивания ею очень классно так вот такое тесто для коржа у меня получилось достаточно жидкая но дело все как по рецепту не стала добавлять больше муки сейчас буду выкладывать форму и при 180 градусов 15-20 минут должно выпекаться но я так поняла посмотрю до готовности вот вообще это тесто нужно разделить на три части не знаю получится у меня или нет сейчас посмотрим поставила печь коржи и пока они меня пекутся хочу вам показать если на ужин готовила что-то я не засняла не знаю совсем забыла тоже как я люблю все быстро просто и вкусно вот такие тихтельки фарш у меня домашние говядина плюс свинина добавляю туда рис я его предварительно слегка отвариваю лук на терке тру специи потом взяла я остатки у меня были сливок 35 процентах развивая водичкой добавила в них соль специи тоже и вот так вот выкладываю на противень такие тела достаточно большие шарики выкладываю на противень и заливаю вот эта водичка так чтобы они только слегка торчали и ставлю на 40 минут при 180 градусов достаете вкусно ароматно вот эти сливки придают очень сильно нежность если нет сливок то можно взять сметану вот и получится очень вкусно майонез только не берите потому что с майонезом получится иначе очень жирная вот это подлива вот она пока в духовке стоит она немножко как бы выкипает ну как духовка конечно немножко забрызгивается но все равно не получается очень очень вкусно так что советую и я сейчас еще буду делать крем значит здесь 150 грамм масла пол банки сгущенного какао так как у меня его нет я возьму обычную сгущенку и добавила сюда две чайные ложки какао сейчас буду все это взбивать и так вот такие у меня получились коржи вот этот получился вот этот получился а вот этот вот он у меня немножко видите подсох то есть я мало тесто очень набила это самый первый который у меня был в общем я его положу в серединку вот такие вот они перевернутом виде очень такие мягенькие эластичные сейчас буду обмазывать крем вот у меня крем получился вот такой очень ароматный вкусный боже я уже обрезала весь венчик нельзя на ночь такое делать но так что так что сейчас буду собирать его и так вот такой вот у меня получился торт я забыла снять как я делала помадку я вам ингредиенты на помадку напишу в комментариях какие нужны в общем все в кастрюльку и постоянно помешивать пока не загустеет у меня даже слишком загустела потому что прямо такая такая совсем густая масса получилось я все боялась что будет жидко почему все вмазала но у меня ведь такой тоненький потому что мне до форму другую либо все время брать тесто в два раза больше вот чем указано в рецептах ну легче мне кажется форму другую взять потому что наверное я так думаю вот так что поставлю сейчас холодильник и завтра с утра посмотрим выглядит очень аппетитно не знаю как будет на вкус завтра попробуем и вот здесь вот еще последние штрихи от моего мужа он сказал что обязательно нужно чем-нибудь украсить украсили вот такие они мне кстати давно стоят уже такая посыпка кондитерская жемчужинки цветные вот он сказал что так красивее 5 дней вот особенно для детей на еще последние штрихи это когда посетила вдохновение это кстати у нас с огорода малинка и клубничка тоже так что вот такая вот красота очень даже симпатично получилось да сам себя не похвалишь никто не похвалит и вот уже на следующий день вот так вот он у меня выглядит внутри этот тортик это у меня от малинки тут просто отрезали меня уже муж взял кусочек с собой и я сейчас буду пить кофе смотрите у меня крем весь пропитался видите и получается такое вот сам корж такой очень очень мягенький а вот эта помадка она сверху просто застыла но ее тоже надо на самом деле побольше хотя по толщине нормально но бока мне плохо обмазаны вот но вкусно еще так украсили мы с мужем точнее муж красиво получается очень вкусно он конечно такой не насыщенный шоколадный и не приторно-сладкий я просто боялась что муж очень много сахара но он не приторно-сладкий он как раз вот вот прям то что нужно что называется так что очень сильно советую единственно что нужно диаметр поменьше мне формы чтобы было ну как бы такой повыше немножко тортик ну или делать еще дополнительных там два коржа например ну он получается у меня достаточно большой вот так что вот такой вкусный тортик но вот эти коржи видите они я даже боялась что тесто слишком жидкое что не пропекутся но нет получается вообще то есть видите все крема практически нет он весь пропитался и коржи прям такие мягенькие мягенькие очень вкусно получается даже больше не торт а такой некий некий пирог шоколадный так что советую рецепт и оставлю вам в комментариях